Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июля, продолжаю дегустацию томатов. И вот сейчас я на стол положила, кроме после вот этих вот оранжевых вкусных, положила томаты, которые считаются, ну и у нас, и во всем мире, самыми-самыми крупными. То есть это томаты богатыри. Среди них есть один наш, вот этот чудо-сада. Я перед этим уже король гигантов показывала. Вы понимаете, что на один стол их вместить все невозможно. Вот король гигантов тоже очень крупноплодный, хороший. Сейчас на столе у меня номер 48 чудо-сада. Потом вот номер 306 иностранный заросского ловска ока. Потом номер 315 египетская ладья. И номер 307 хорватский тоже луко. О, немножко я его тут уронила, пока резала. Сейчас я все по очереди, по одному, все вам отпишу. Все томаты вот эти вот, они, как на подбор, они все мясистые. Они все бифтоматы и чем-то они похожи. Но я буду рассказывать о каждом отдельно, потому что какие-то различия у них все равно есть. Вы вот тут, извините, я говорю, уронила этот томат, он уже не очень хорошо смотрится. Но это не важно. Дело в том, что, короче так, читается он лукко. Это вот мне прислала Лариса Козлова, и она мне, зная, что я не умею читать, переводы все сказала. Но есть название оригинальное, не по-русски, которое я буду печатать в описании к видео. Это хорватский томат. Мы уже хорватские с вами дегустировали. То есть я с вами... Тут сейчас еще будет один хорватский, вот зароско-волоско-око. Что сказать? Высокорослый, конечно. Крупные плоды. 300-600 граммов. Я, правда, их не вешала, но их сразу видно, что они очень крупные, они такие тяжелые, они мясистые. Вести можно формировать в два ствола, но это зависит от вашей схемы посадки, уплотненной она будет или нет. Я вот от другой, от следующей, у меня же их много, это вот просто на тарелку столько входит. Сейчас скажу про вкус. Конечно, эти томаты мясистые. Они не могут быть не мясистыми, и они не могут быть и кислыми, сами по себе уже априори. Если плод такой огромный, если у него мясистая такая мякоть. Так, скажу так. Вкус у него сладковатый. Кислинка присутствует. Поэтому назвать его сладким и десертным, как вот тот у меня оранжевый, я не могу. Приятный вкус. Мясистый томат. Кислинка чуть-чуть все-таки присутствует. Вот это номер 307. Лукко. Конечно, вот эти все томаты, кроме чудо-сада, все вот эти томаты, которые импортные, у нас в продаже в магазинах, скорее всего, их нет. Все мне их или по обмену дали, или кто-то подарил даже какие-то. Вот эти я покупала на сайте у частного коллекционера. Вот 307-й лукко. Это тоже такой коллекционный томат, но это линейный сорт томата. И вы семена из него можете один раз собрать и потом высевать в течение нескольких дней. Все. Это номер 307. Продолжение следует.